Доброе утро. Я боялась, что ты не придёшь. Было бы лучше встретиться не в таком людном месте. Или ты не боишься встречаться со мной наедине? Не надо, Дэвид. Слишком много поставлено на карту. Пей свой кофе. Надо поговорить о твоём выступлении в суде. Ты решилась? Я же говорила, что буду менять тактику в зависимости от того, как пойдёт дело. И поскольку оно идёт плохо, ты подумала, что терять нам нечего, так? Это знак доверия. Мне казалось, ты этого хотел? Да. И надо было сделать это раньше. Например, после Лайнела Локриджа. Номер с Лайнеллом не прошёл, как я рассчитывала, но это не влияет на решение, выступать тебе в суде или нет. Если ты... Если что? Я всё-таки не уверена, что это верное решение. Я всё равно дам показания, даже если ты откажешься мне помогать. Ну, хорошо. Давай обсудим мои вопросы и твои ответы. А потом решим. Зачем? Чтобы я сказал правильные слова и завоевал симпатии присаживания? Чтобы не дать в руки Мейсона оружие, которое он может применить при перекрёстном допросе. Дэвид, слова тоже нужно выбирать. Любую неточность, даже самую безобидную с твоей стороны, опытный прокурор обратит против тебя. Я устал бояться опытных прокуроров, судей и всей судебной системы. Я не собираюсь вилять, уклоняться от ответов и нюхать каждый след, как дрессированный пёс. Я буду говорить правду, простую, непрекрашенную правду. Больше нам ничего не остаётся. Продолжение следует... Господа присяжные, из показаний, которые мы выслушали, следует, что Мэри Дюваль Маккормик действительно любит Мейсона Кэппелла. Протестую, Ваша честь. Мы ещё не все факты знаем. Как будет с ребёнком? С ребёнком? С каким ребёнком? Миссис Маккормик, вы носите ребёнка? Это мой ребёнок, Ваша честь. Мэри? Это правда? Отвечайте на вопрос, миссис Маккормик. Я не могу. Извините. Не могу, я не знаю, чей это ребёнок. Тогда придётся принять Соломоново решение. Ребёнок будет поделён поровну, между обоими потенциальными отцами. Нет. 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 помочь тебе, а я не хотела браться за это дело, потому что считала, что не справлюсь, но ты внушил мне, что тебе без меня не обойтись. Я перессорилась с друзьями и родственниками. Моя сестра со мной не разговаривает, но я хотела помочь тебе. А теперь, когда мы почти у цели, ты заявляешь, что моя помощь больше не нужна, и ты все решил сам. Я должен дать показания, что нам остается. Я надеюсь доказать, что Шейла лжет. Надеешься? Ты веришь, что тебе это удастся? Если она лжет, я заставлю ее признаться. Если лжет, конечно. Если ты хочешь снова меня спросить? Нет, это уже не важно. Для тебя или для присяжных? За присяжных я не могу говорить. Значит для тебя. Если у тебя был роман с Шейлой, то мое отношение к тебе не изменится. Пока что встретимся в суде. Откуда такая роскошь? К сожалению, я не нашла ничего, кроме черстого хлеба. А для тостов больше ничего и не надо. Как я жил без тебя? Больше ел. Думаешь, тебе удастся сегодня выиграть процесс? Думаю, да. Вряд ли у Джулии еще что-нибудь припасено. Значит, к вечеру ты можешь вернуться победителем. Хочешь приготовить лавровый венок? Да, или еще тостов. Черстого хлеба здесь много. Я люблю тебя. Вот оно, семейное счастье. Ослепительно красивая женщина приносит завтрак в постель. Не хватает только парочки сорванцов, сующих пальцы в сироп. Да? Мэри? Я что-то не так сказал? Ты все время что-то говоришь, поэтому ты и великий юрист. Если опоздаю в суд, больше великим не буду. Быстренько в душ. Спасибо за завтрак. Спасибо, что ты здесь. Что любишь меня. Реакция положительная. Так я и знал. Ты уезжаешь из города? Я решил, что так будет лучше для нас обоих. Мэри, если я останусь здесь, мы все равно будем где-то встречаться. А ты этого не хочешь. Я же вижу. Очень разумно с твоей стороны, Марк. Я делаю это больше для себя, чем для тебя. Слишком больно видеть тебя с другим. Что ты здесь делаешь, Марк? Успокойся, Мэйсон. Я уезжаю. Зашел попрощаться. Между прочим, я уезжаю за границу. Знаешь, Мэйсон, Мэри прекрасный, благородный человек. Не погуби ее. Зачем он приходил? Отдать ключи от дома для гостей и оставить адрес. Я не знала, что он решил уехать. Ну что ж, я этому очень рад. Он правильно поступает. Так будет лучше для всех. Вы можете вызвать следующего свидетеля, мисс Уэнрайт. Ваша честь, защиту вызывает Дэвида Лорана. Я тебя очень люблю. Поднимите правую руку и назовите свое имя. Дэвид Лоран. Поклянитесь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Клянусь. Садитесь. Мистер Лоран, скажите суду, как долго вы были женаты на Мадлен Кэпфелл? Шесть лет. В июле было шесть лет. Вы убили вашу жену? Нет. Нет. Не так, как должен любить муж. Я понимаю, что любовь бывает разной, но все-таки... Я ее не любил. Но вы были верны ей и вашему браку? Можно сказать, да. Я хотел сохранить наш брак. Но, честно говоря, я притворялся, потому что боялся сказать, что мы ошиблись. Я надеялся, что все наладится. Я научусь любить ее так, как она хотела. Но этого не получилось. Ну, какое-то чувство к жене у вас было, даже если и не любовь. Иногда. А иногда я ее ненавидел. Ваша честь, можно подойти к мистеру Лорану? Мистер Кэпфелл. Ваша честь, я, кажется, оказываю своему клиенту медвежью услугу. Но поздновато это поняла, да? Ваша честь, я прошу, чтобы эти показания моего клиента были аннулированы. Минуточку. У адвоката была масса времени изучить показания клиента. Она должна была подготовиться. Как же она может аннулировать эти показания, если она сама его вызвала? Я позволю миссу Энрайт предупредить своего клиента, что его показания могут ему повредиться. Я, пожалуй, сам это сделаю. Мистер Лоран, вы должны понять, что ваши показания могут быть обращены против вас. Вы можете отвечать на вопросы, ничего не прибавляя. Ваша честь, я говорю правду, поэтому мы здесь. И, по-моему, к правде есть только один путь. Ваша честь, я больше не буду задавать вопросов. И прошу его отпустить. Ваша честь, если мой адвокат не хочет больше задавать вопросов, я бы хотел кое-что сказать в суду сам. Мистер Лоран, вам не нужен перерыв, чтобы посоветоваться с адвокатом? Нет, Ваша честь, спасибо. Ради бога, Дэвид. Мистер Лоран, нехорошо спорить с адвокатом. Миссу Энрайт хочет сказать, что по Конституции вас нельзя принуждать оговаривать себя. Ваша честь, меня никто не принуждает. Я сам хочу сказать правду. И только правду. Протест, мистер Кэттвилл? Нет, Ваша честь. Хорошо. Тогда я удовлетворяю просьбу подзащитного. Я приехал в Санта-Барбару, чтобы отговорить мою жену от развода. После всего, что у нас было, я этого никак не ожидал. Я считал, что, как и у многих в наше время, у нас есть договор. Я предоставил ей полную свободу и молчал о ее неверности. Почему же она решила развестись? Моя гордость была уязвлена. Нет, я не был против развода. Я просто хотел честности. И накануне ее убийства... ...я встретился с ней в бунгало и спросил, почему. Прежде всего, она обвинила меня в связи с... С Шейлой Карлайл, это было неправдой. Она хотела сводить на меня вину за развод. Я сказал ей правду, у меня с Шейлой ничего не было. А потом я ей сказал, что она ставит дымовую завесу, чтобы скрыть свое желание развестись со мной. Не знаю уж почему. В конце концов, она признала, что у нее есть кто-то... ...полезный. Она так и сказала. Полезный. Она сказала, что я веселый, красивый, но неполезный. А потом показала мне договор, по которому я должен был... ...отказаться от всех имущественных претензий. Обидно. Я же никогда не трогал ее деньги. Не надо было. Мне хватало своих. Она настаивала. Сказала, что состояние ее семьи может скоро удвоиться... ...или даже у троицы. И она не хочет, чтобы я претендовал на свою долю. Она попросила меня взять договор и показать его своему юристу. Договор я взял, но юристу не показал. Я мог бы... ...я мог бы заставить ее ждать, тянуть время. Но на следующий день я решил все подписать и поехал в бунгало. Там я ее и нашел. Уже в дверях по положению ее тела... Я понял, что произошло ужасное. Я подбежал к ней, поднял ее голову и увидел красивое безжизненное лицо. Я смотрел на нее. И думал, кто же это сделал. Зачем? Я бросился за помощью, но вдруг вспомнил... ...о документах, которые должен был подписать. И подумал... ...как на все это посмотрит полиция. Они бы узнали, что Мадлен требовала развода... ...и решили бы, что я ее убил, чтобы не подписывать соглашение. И я убежал. Было стыдно, но я убежал. Я должен был понять, что все мои неуклюжие попытки скрыть следы... ...только усилят подозрения. Да. В чем-то я виноват. ...но я не убивал мою жену. Я ее... ...не убивал. Но постепенно я уничтожил... ...все лучшее, что в ней было. Я... ...не любил ее так, как она хотела. И превратил ее в хрупкое, беззащитное... ...существо... ...существо... ...я разрушил... ...я разрушил ее душу. И сейчас... ...я готов за это... ...отвечать. Спасибо, мистер Лоран. ...объявляется перерыв до часу дня. Мистер Кэпвелл... ...вы тогда сможете задать свои вопросы. Я видел Марка. Он тебя искал. Я не знал, что он уезжает. Мы решили развестись. Очень жаль. Так будет лучше. Так значит, ты возвращаешься в дом для гостей? Если позволите. В любое время, ты же знаешь. Даже с Мэйсоном. С Мэйсоном? Сиси, он сделал мне предложение. И ты его приняла? Я люблю его. И если бы вы поняли нас, было бы очень хорошо. Мэри, ты же знаешь, что произошло много лет назад. Если бы ты знала... Сиси, я знаю о Мэйсоне все, что мне нужно знать. Я понимаю, что происходит в его душе. Я люблю его. И вы его тоже любите. Надеюсь, он понимает, как ему повезло. Я чувствую себя любимой. У меня никогда такого не было. Он оказался разумнее, чем я думал. Если ты войдешь в семью, хоть за что-то я смогу сказать ему спасибо. 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 Мэйсоном. 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 Хочу воздать тебе должное. За что? За страстный призыв. Дэвид, не делай этого. Это все поставил на свои места. Не в этом дело. Я боялась, что он себя погубит. Не думала, что он так красноречив. Красноречив не значит невиновен. Что не говори, Мэйсон, а присяжные на его стороне. Ты был великолепен, а я была не права. Ты боялась за меня. Я это понимаю. Присяжные ловили каждое твое слово, и я тоже. Как будто впервые слышала. Кое-чего я и сам не понимал, пока не сказал вслух. Я горжусь тобой. Но дело не закончено. Мэйсон злится, что его застигли врасплох и будет нажимать изо всех сил. Я не поверила ни единому слову. А присяжные, как ты думаешь? К сожалению, поверили. Будь осторожен при перекрестном допросе. Ты нервничаешь? Я нервничаю. Ладно, сейчас я тебе кое-что скажу. Я сегодня говорила с твоим отцом. Ну и? Я сказала ему о нас. И он от радости стал палить из всех хлопушек? Нет, но в штыки это не принял. Сказал, что с радостью примет меня в семью. Мне он такого никогда не говорил. Прошу встать. Я думала, ты уже уехал. Я передумал. Пусть Мэйсон не радуется, что выжил меня из города. Заседание продолжается. Мистер Лоран, займите свое место. Напоминаю вам, что вы даете показания под присягой. Мистер Лоран, это большая редкость, чтобы человек так обнажал свою душу, как это сделали сегодня вы. Я хочу остановиться на том, как вы вошли в бунгало и припали к телу жены. Я подбежал к ней, поднял ее голову и увидел красивое безжизненное лицо. Это ваши слова? Это вы говорили? Да. Но фактически, ваша жена была жива еще более 30 часов. Почему вы решили, что она мертва, что, как вы поэтично выразились, жизнь ушла из нее? Я так решил по положению тела, потому как она выглядела. Вы пощупали пульс? Конечно, пощупал, но не нашел. Полицейские ведь его тоже нашли, и он был очень слабый. Очень слабый. А когда вы подняли ее голову? Вы сказали, что подняли ее голову, и ее лицо оказалось близко к вашему. Вы так сказали? Да. И не почувствовали ее дыхание? Если вы держали ее так близко, вы должны были почувствовать ее дыхание. Мистер Лоран, если вы и не виновны в предумышленном убийстве, то в непредумышленном, мне кажется, вы виновны. Ваша честь! Я думал, что она мертва. Вы чувствовали ее дыхание? Нет! Вы чувствовали ее дыхание, но оставили ее умирать. Протестую! Протестую, Ваша честь! Протестую, Ваша честь!